всем привет мои хорошие с вами любовь и мой мирок орхидей перед вами вот такая вот страшная картина да это та самая посадка если вы помните куда мы с вами сажали две орхидеи в групповую посадку и вот это вот тот самый стаканчик который мы с деткой примещали прицепляли пытались чтобы у детки наросли корешочки но ничего не получилось потому что в самой посадке произошла плесень из-за держателя цветоноса которую к сожалению я не спит не успела ничем убрать ну просто пропустила упустила момент и вот такая бяка у нас там уже началась то есть где заканчивается цветонос или начинается до началась чернота очень долго я думала во что мне посадить как мне спасти данное растение потому что это растение имеет почти двухметровый цветонос огромный я не могла его никак вам показать в нормальном размере и вот так делала фото чтобы вам было более менее понятно цветонос огромный ну и что же я в концовке сделала все зачистила все срезала докуда можно но цветонос не тронула и замазала как вы видите вот здесь форма йодом замазала все форма йодом и оставила подсыхать буквально на сутки вот они эти деточки две штучки с там кстати три деточки и одну детку в итоге я который еще не развивается просто убрала прям взяла ее и отломила потому что она мешалась бы и вот спасибо мариночки flower lover честное слово спасибо если слышите посторонние звуки это рядом мартюша и маленечко я тут все переделала конструкцию вот такая губка с обратной стороны видите у нее там такая шуршавенькая но она все мягкая и губка такая очень пористая эти губки я покупаю фикс прайсе они продаются по три штуки в приплюснутом виде и они маленечко другие не такие губки как те которые я поставила в банке и сейчас вы скажете ну у тебя же много мха у тебя много всякого субстрата что тут мудришь девчат у меня здесь проблема в том что орхидея не смогла выносить трех деток развить их дать им корневую и все такое прочее и у меня теперь на данный момент задача спасти саму орхидею и спасти этих деток жалко и орхидею и жалко деток наверное это последние мои детки которых я вот так вынянчиваю на цветоносе честное слово потому что каждая давшая мамка деток в итоге у меня погибает и либо погибают детки либо погибает мамка ну вот в моих условиях как то так я знаю что у многих все хорошо но у меня ничего не получается либо то либо остается но на данный момент них все-таки хочется спасти и мамку и детку и вот сейчас я уже усадила мамку и пытаюсь как-то закрепить опять деточку чтобы они остались на цветоносе и все равно у меня в подсознании где-то что надо срезать цветонос иначе все-таки я мамку не спасу вот так налила воды губка намокает до верхней губки вот эти две губки намокают но вот до этого на этой светленькой губки они не намокают то есть шея получается полностью сухой сколько я проверяла эту губку она всегда сухая остается это у нас было с вами первое число сейчас 1 апреля это уже я вам показываю 4 апреля и детки потеряли тургор вот потеряли тургор прям сильно и ничем не не остается уже как убирать деток от мамки ну как говорится что будет то будет вот здесь у меня видите уже скорее всего я просто где-то переломила цветонос и поэтому питание вообще перестала поступать потому что уже в двух местах вот здесь я перевязывала и какое-то время они питались ну здесь уже как говорится пан либо пропал да и начинаю химичить опять опять беру два стаканчика вырезаю делаю но более-менее что-то удобное потому что ну вот честно в растерянности и жалко и ту и другую в общем делаю как бы тепличку вот надрезаю видите дырочки вот так с обоих сторон чтобы была вентиляция но пока не знаю как и что это все у меня тут будет работать ну вот как то так стаканчик в стаканчик большой длинный цветонос убрать их полностью сейчас с этого цветоноса это явная гибель у них нет ни единого корешочка и беру вот так вот свечку и срезанный цветонос заливаю свечкой он не больной как бы да не сохнет еще поэтому вот так вот просто залила свечкой чтобы через эту ранку не поступала никакая инфекция и есть все-таки какая-то надежда что за счет вот этой залитой свечки не будет очень быстро портится этот цветонос потому что поставив цветонос хоть в мох хоть в чем в моих условиях цветонос начинает кислится так но и портится и ничего хорошего в итоге у меня никогда не получалось поэтому думаю что вот эта конструкция как-то все-таки поможет мне спасти этих деток но они уже совершенно без туркера они его просто потеряли уже листочки гнутся в разную сторону видно что они сморщенные такие уже и вижу что очень большой оставила цветонос и отрезаю еще все таки и и сейчас опять зальем свечкой все это дело все эти срезы в надежде что все таки что-то получится надежда умирает последний опять же спасибо мариночки flower lower она подала мне такую идею налила воды но вижу что очень много налила и отливаю и оставляю прям буквально на донышке на один пальчик водички и опять не знаю как же мне туда ее установить вроде бы надо и листики приподнять у них но что-то у меня ничего никак не получается но все делаю как бы вместе с вами для того чтобы вы все это видели как и что происходит здесь пытаюсь все-таки приподнять листочки каким-то образом и поставить сверху вот этот другой стаканчик видите плечки но ничего у меня не получается листики сворачиваются то я их зажимаю этим стаканчиком а мне совсем этого не хочется но и в итоге я все-таки поставила вот так вот этот стаканчик и получились краешки прям там за губкой и промеж стаканчиков тоже есть пространство и как бы они дышат вот так губка не совсем на дне но потом я ее опущу на дно вот опустила ее прям на дно извините что ушла с кадра маленько не рассчитала но если честно чуть-чуть переживала потому что мне жалко и деток я столько их растила скажем тогда жалко мамку это было взрослое растение цвело это растение у меня много-много раз была шикарная корневая но вот в один момент так бывает орхидея полностью сбрасывает все корни и что-то ей не нравится но ничего страшного на ошибках учатся но и вот такая конструкция у меня получилась тепличка и остается надеяться только на лучшее влага там присутствует ну как видим вот на данный момент намокает только до середины губки здесь все проветривается мне не нравится как она стоит смотрим нет ли гнили гнили вроде нету и я решаю пока оставить ее в этом же положении и не трогать смотрела вроде ничего не гниет но вот пальчиком там трогаю там все сухо но вот с этой стороны что-то наклевывается непонятно то ли цветонос то ли корень не знаю но время покажет что там но вот эта верхняя губка она полностью сухая то есть у нее ее единственный корешок вот он он работает как фитиль и тянет всю влагу наверх то есть пока питает орхидею но время покажет и вот это у нас уже 8 апреля и что-то мне не нравится все равно как чувствует себя орхидея маленечко отодвинув все всю эту конструкцию с губка я увидите она полностью сухая губка я увидела что цветонос начал желтеть прям от сама от самой шейки вот эта пимпочка так и стоит на месте вроде бы и подросла вроде бы и нет но все пока стоит на месте ни единого корешочка не появилась ведь как пожелтел цветонос и я его полностью сейчас удалю удаляем цветонос осторожно чтобы уж не отрезать еще лишней шеи потому что ее там и так уже не осталось и чуть-чуть подчищаем все зачистили ничего тут такого нету шейка плотная потрогала но вот мне не нравится какая-то такая небольшая там нету гнили гнили никакой нет но что-то мне не понравилось то есть йод весь хорошо высох и я беру максим и еще раз промазываю все максимом то есть все равно йод как бы обеззаразил я думаю здесь все потому что дальше ничего не идет сегодня уже то есть восемь дней прошло от начала реанимации опять я убегаю из кадра и и мое и замазываю все что мне там не понравилось хорошо хорошо максимом в надежде что все таки получится у меня спасти данную растяжку жалко будет ее потерять ну вот так бывает ничего не поделаешь все и вот остался у нас один этот корешок и вот это вот пимпочка непонятно что это но это пимпочка вот прям появилась скажем так в процессе реанимации уже да и вот она стоит пока стоит на месте и берем опять губку сушить ничего не буду хотя надо бы подсушить максим но я не буду ничего сушить опять одеваю вот так вот на шейку прям под самые листики стараюсь и у нас получается что сама с само основание шейки на воздухе и опять вставляем с первого числа я туда воды ни разу не подливала вот как налила первого числа так все и осталось устанавливаем на на ту губку эту губку и получается что эта губка хорошо держит саму орхидею то есть эта губка и сухая и не дает шевелиться самой растюшки то есть она очень плотненько там сидит все мы знаем что орхидей к когда начинает наращивать корешочки очень опасно если она будет шататься в этой посадке и чем плотнее орхидей к тоже сидит там тем быстрее как бы она реанимируется но это уже как бы показала это все время ну время покажет что и как будет здесь посадила вот ее так вставляю обратно эти бирочки и убираем ее на место стоит она у меня на окне без досветки и сегодня у нас уже десятое число и вот они мамка с деткой мамка и 2 и и деточки реанимируются обе в губки посмотрим что у нас там творится потому что но мне мне неспокойно поэтому оставить ее совсем без внимания я не могу поэтому аккуратно мы ее отсюда освобождаем посмотреть не пошло ли гниение дальше если пошло гниение дальше значит надо что-то придумывать другое и вот этот вот ершик внизу черный повторюсь еще раз он мягкий он не жесткий он мягкий отсвечивает желтым на камеру но на самом деле там все зеленое ничего желтого нету это так засвечивает камера и смотрим что же у нас тут интересного происходит фокус ты где вот он фокус и вот эта пимпочка я смотрю прям так набухла набухла она стала более выпуклой и более виднется начала на самой шейки и что-то я тут вижу как будто бы проклевываются корешочки или мне кажется сейчас поймаем фокус нет мне не кажется точно у нас появляются корешочки вот они зачатки вот они пимпочки долгожданные заветные прям радости моей нет предела все я чуть-чуть спокойно потому что увидела у нее зачатки точно корешков а что вот это время покажет что это за пимпочка я не могу понять пока но такое ощущение что это будет либо детка либо цветонос но посмотрим корешки проклевываются это уже хорошо гниение никакого не пошло все там на месте стоит все сухое все жесткое все хорошо сейчас мы ее посадим обратно поместим и больше я ее отсюда вытаскивать не буду до момента появления хороших корешков губка сухая вот эта сторона чуть-чуть влажноватая потому что я переворачивала влагу вот это место полностью сухое вообще ничего нет никакой сыринки то есть у нас получается сырое только то губка которая находится в банке и вот так опять сейчас зажму все это дело поплотней если корешки пойдут им губка не помешает опять освобождаю это место чтобы оно было у нас как бы на пространстве да и пытаюсь как-то чуть-чуть по-другому сейчас ее здесь установить но по-другому не получится то есть все равно этот корешок вот так пойдет по краешку и орхидейка будет этим единственным корешком сама себя питать но радует то что она не теряет тургор сама фокус пропал извиняюсь и все-таки стремится к жизни сейчас у нее вот пойдут корешочки и все будет хорошо и вообще думаю что через вот эту всю конструкцию корешочком не сложно будет пробраться вниз или вверх но будем ждать дальнейшего результата осторожно осторожно опуская этот корешочек до воды и он будет питать нашу орхидейку осторожно зажимаю губку до до той губки чтобы хоть чуть-чуть вот этот вот эта верхняя губка все-таки намокала хоть как-то чтобы она чувствовала влагу вот видите я прям прижимаю так ее туда и усаживаю орхидейку к этой губ к этим двум губкам эти губки намокает до самого верха видно что они влажные но низ все равно гораздо влажнее чем сам верх нам сейчас главное создать влагу а через губку все прекрасно здесь дышит здесь вот есть такой надрезик и все замечательно я думаю что не должно быть никакого загниения сейчас поставлю обратные бирочки это орхидей цвела у меня круглогодично возможно она устала и у нее не хватило сил выкормить деток и вот наши деточки красоточки которые погибали у меня не было никакой надежды совершенно их спасти вот этот уровень очень очень мокрый видно а верхний слой такой видите низ прям вот выжимаю воду а верхний слой сухой полностью сухой вот ни грамма нету сырости сверху именно то что я и хотела создать здесь видно вот как мы с вами заливали все это дело и никакого гниения желтения цветоноса нету но чтобы хоть что-то понять все таки придется ее отсюда вытащить чтобы мне убедиться что все-таки цветонос не портится потому что если начнет портится цветонос тогда я точно не успею спасти этих деток пока какое-то еще время я подержу их на этом цветан кусочки цветоносика вытаскиваем ее отсюда и смотрим что тут а по наше залитое место и мы там залили с вами еще и чешуйку и что-то из-под чешуйки опять появилась то ли цветонос то ли еще детка но время покажет но в любом случае я этому все все что там появится развиваться не дам мне важно вот эти две деточки которые остались и не поверите рассмотрев внимательно смотрите какой у них хороший стал тургор видите они прям блестят они налились влагой и слава богу что тургор они все-таки набрали ура ура у меня получилось этого я боялась больше всего потому что мы их сюда сажали уже совершенно без тургор и надежды у меня никакой не было что мы их спасем но вижу что уже положительный результат и воля у нас наклевываются и здесь уже корешочки вот в этом месте смотрите как припухла вот-вот уже прям вылезут корешочки ну я это все увидела успокоилась и решила уже показать это видео вам потому что все это дело снимала частями и уже одна часть потерялась и боюсь что не дай бог потеряю все эти части куда-нибудь нечаянно удалю и не смогу вам это все показать поэтому это видео выходит к вам сейчас вы его смотрите да а продолжение вы обязательно увидите будем следить с вами вместе за этими красотками что с ними как устанавливая осторожно обратно поглубже чтобы шейки у этих малявочек были в самой губке и вот так все здесь осталось я думаю что результат будет положительной но время покажет не будем загадывать вперед ставлю все обратно поэтому кто не подписан ребят подписывайтесь все таки губка творит чудеса спасибо мариночки flower lover еще раз благодарю ее и это не единственные мои пробы есть еще орхидейки я обязательно вам покажу у нас там тоже есть положительные результаты но надо дождаться еще маленечко времени я вам покажу про них тоже опять ставлю все на место одеваю эту тепличку кстати вот с того момента как я каждый из них лила водички я больше не подливала водичка уходит очень долго испаряется и вот эти все дырочки дают хорошо дышать нашим крас нашим красоткам до их здесь две я надеюсь что все-таки получится подписывайтесь на мой канал кто еще не подписан я очень счастлива что у меня получается вернуть их жизни ну а получится или нет время покажет об этом мы с вами узнаем обязательно следующих видео создам отдельный плейлист и все будет там всем пока пока до новых встреч